Скорая медицинская помощь Скорая медицинская помощь Скорая медицинская помощь Скорая медицинская помощь За счет их укропнения централизации управления это очень положительная тенденция. Бригады скорой медицинской помощи. Наблюдается изменение состава и профильности бригад. К сожалению, констатируем снижение врачебных, общепрофильных и специализированных бригад. И скорая помощь практически переходит на фельдшерский вариант. Вы видите, 66,5% бригад скорой помощи уже фельдшерские. Число врачей год от года снижается. Дефицит кадров высок. Не хватает практически каждого третьего. На скорой помощи дефицит врачей еще больше. Автопарк скорой медицинской помощи. Более 20 тысяч машин. Отрадным является то, что наблюдается повышение классности автомобилей. Закупки автомобилей класса B. Пригодные для работы общепрофильных бригад скорой медицинской помощи. Тем не менее, темпы обновления автопарка являются крайне недостаточными. Несмотря на то, что последние три года мы видим закупки нового оборудования. Тем не менее, 46,5% автомобилей имеют сроки эксплуатации превышающие 5 лет. Что, в общем, для нашей службы недопустимо. Полными темпами идет автоматизация и информатизация службы. Но, тем не менее, автоматизированы до сих пор только 36% наших станций отделений скорой медицинской помощи. Важным элементом работы скорой помощи является его финансово-экономическое состояние. С 2013 года с перехода в МС три способа оплаты скорой медицинской помощи были предложены по подушевому нормативу за выполненный вызов и смеженный вариант. И наши наблюдения позволяют сказать о том, что способ оплаты является одним из механизмов повышения эффективности работы медицинских организаций скорой помощи, так как создают условия для формирования оптимальной структуры и объемов медицинской помощи, повышения ее доступности и качества. Проведенные исследования позволили доказать, что оплата за вызов в нашей стране оказалась самой эффективной. Но, тем не менее, этот способ оплаты требует достаточного финансового обеспечения и больших объемов оказания скорой медицинской помощи, что обеспечить мы не всегда сможем, к сожалению. Важным механизмом является стандартизация и тарификация услуг при дефиците финансовых средств. Важно очень разумно использовать имеющиеся ресурсы, обеспечивая наиболее приоритетное направление работы. Затраты разного вида услуги могут быть различные, вы видите, если обычный вызов скорой помощи более 80% – это заработная плата, то при тромболизе 96% – это лекарственные препараты, но при медицинской эвакуации – это транспортные расходы. Тем не менее, очень важны дифференцированные тарифы, которые покрывают стоимость услуги, позволяют компенсировать затраты при дефиците ресурсов, позволяют маневрировать средствами, обеспечивая наиболее приоритетное направление работы. И осознание этих моментов уже пришли в регионы нашей Российской Федерации. Мы видим, что появляется дифференцированный тариф, положительную динамику мы видим. И примером эффективного использования тарифов являются тарифы на тромболитическую терапию и медицинскую эвакуацию. Но, несомненно, что доступность и качество далеко не всегда определяются материальной, финансовой и экономической стороной. Поэтому одним из механизмов является создание современной системы контроля качества медицинской помощи, основанной на международных стандартах с учетом особенностей скорой медицинской помощи, где элементы контроля качества будут на каждом этапе ее оказания. Значительный рост экстренной госпитализации, сокращение объемов стационарной медицинской помощи с целью оптимизации и реструктуризации коечного фонда. Мы видим этот слайд Министерства здравоохранения, где мы видим планомерное сокращение объемов стационарной помощи и коечного фонда. И плюс к тому изменение до госпитального этапа скорой помощи, переход на фельдшерский вариант, как я вам сказала, а это и расширение показаний для госпитализации, приводит нас к необходимости создания стационарного этапа скорой медицинской помощи, который должен быть своего рода фильтром на пути потока поступающих пациентов. Сегодня уже много говорилось о медицинской сортировке. Добавлю здесь койки суточного и краткосрочного пребывания. Неожидаемыми результатами являются увеличение доли амбулаторных больных, повышение интенсивности работы стационара и интенсивности использования коечных специализированных фондов специализированных коек. И по сути, свой стационарный этап скорой помощи использует термин «поток» поступающим больным. Можно оцениться по законам биомеханики, и он создает то оптимальное сочетание потока больных, которое необходимо нам в экстренной ситуации при массовых поступлениях, при чрезвычайных ситуациях. И в заключении хочу сказать, что сегодня скорая помощь идет в ногу с развитием здравоохранения страны. Она направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи. И задача повысить эффективность, которая реализуется путем реорганизации структуры, неэффективных учреждений, увеличения доходов и оптимизации численности работников. И в результате механизмами повышения эффективности скорой помощи, возвращаясь к предыдущему слайду, является укрепление материально-технической базы, совершенствование организационной структуры, эффективные способы оплаты и другие. В условиях ограниченных финансовых ресурсов, телесообразен поиск ресурсов внутренних и внедрение ресурсосберегающих технологий является в данном случае приоритетным. Спасибо за внимание. Спасибо, Ирина Михайловна.